Вот насчет теперь, насчет прививок. Кстати, опять-таки, экология человека. Мало кто знает факт, что, допустим, вы знаете, когда были прививки, были были сделаны, были прививки сделаны после ОСПО, против ОСПО первого. Знаете, да? И это считается одним из величайших достижений медицины того времени, да? А вы знаете, что реальная статистика, что после того, как стали прививать ослабленную ОСПО всем людям, число умерших от ОСПО возросло, чем до того, как эти прививки делаются вообще. Любопытно получается, да? Польза, казалось бы, да? Мы заразим всех, кто выживет, уже болеть не будет, слабые инфекции. А те, кто не выживет, ну, бог с ними, да? А ведь, в принципе, прививки в большинстве случаев своих отрицательные. И опять-таки, вы знаете, что по закону для ребят детей не обязательно делать прививки. То есть нет закона, заставляющего детям делать прививки. То есть закон на уровне государства, то есть никто не имеет права отбудить от родителей. Но и медики почему-то, это документ. Есть такой документ в Министерстве здравоохранения, который говорит, что нет, это добровольное дело. То есть хотите делать, а хотите нет. А многие даже не знают, что это добровольное. Правильно? И никто не имеет права требовать, чтобы дети делали прививки. Почему? Можно согласие родителям. Не только согласие, доброволее должно быть. Понимаете? Потому что, во-первых, даже любая прививка, опять-таки, экология человека и экология, так сказать, социума, допустим, опять-таки, здоровья, зависит от эмунной системы человека. Понимаете? Да, действительно, хорошо, что человек защищен. А вопрос, какая цена этой защиты? Ведь любая, даже ослабленная инфекция, она является инфекцией. И если, особенно сейчас, когда иммунную систему вообще, сейчас дети рождаются, уже имеют вообще очень слабую иммунную систему, благодаря всем фактам, которые мы говорили. И если таким детям давать еще ослабленную инфекцию, то даже если он переживет через это, то в результате этого возникнет того, что его иммунная система будет слабее, чем он от того. Значит, он, может быть, не заболеет от этой болезни, но делает его слабее для того, чтобы он заболеет от другой болезни. Нужно это делать? Да, вот когда идет... К примеру, вот смотрите, я приведу вам любопытный пример. Сейчас этот грипп по поводу птичьего гриппа, да? Шум несуразный, да? Кричат, что это бедных курей жигают там миллионами, да? Кричат, что это опасность сумасшедшая. Скажите, сколько уже существует кричат об этом гриппе? Несколько лет уже, да? Три года почти, да, кажется? Три года или два. Ну, не важно, два или три года. Сколько человек умерло от птичьего гриппа, знаете? 160. 160 человек умерло за два или три года. Не важно, два или три года не так уж могут. Аня, скажите, а вы знаете, сколько человек умирает от обычного гриппа каждый год, который не птичий грипп? Один миллион в год. Один миллион человек в год умирает от обычного гриппа. Каждый год. И никто, извините, за ухом не чешет по этому поводу. А птичий грипп 160 за три года умерло, а кричат от этого, панику создают везде и так далее. Молнии больше убивают. Молнии, наверное, больше убивают. Метеоритм больше. Наверное, да. Интересно, да? Видите, кому-то выгодно создавать панику, кому-то выгодно держать людей в таком состоянии. Любопытно. Миллион человек гриппа умирает в год. Это нормально. А вот если птичий грипп, а разновидность гриппа тоже, это уже серьезная катастрофа. Это уже опасность несуразная, да? Любопытно. До свидания.